В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Один человек погиб в результате ДТП на советском тракте. Там пенсионер за рулем ВАЗа седьмой модели сбил пешехода. Подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла в 11 часов 12 октября на 13-м километре дороги Киров-Советск-Яранск. Пожилой мужчина за рулем классики не заметил 56-летнего пешехода. По предварительным данным, 82-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигаясь в среднем ряду, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по обозначенному дорожными знаками и разметкой пешеходному переходу. В результате происшествия 56-летний мужчина-пешеход получил тяжелую травму и был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако спустя некоторое время скончался. В Кирове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 21-летняя кировщанка оставила на интернет-сайте резюме. Очень скоро ей позвонил мужчина и предложил работу в офисе. Организация якобы занималась поставкой стройматериалов. Со своим начальником девушка не встречалась. Все инструкции он давал ей по телефону. В ее задачи входили встречи с клиентами и звонки. За стройматериалы они оставляли предоплату от 50 до 100%, которую девушка переводила по указанным начальникам реквизитам. Так она работала месяц. Мне позвонил утром мужчина, который со мной все это заключил и сказал, что у меня есть полтора часа, чтобы забросить деньги на Киви, потому что производство ругается, им нужно делать материал, готовить к поставке, а денег нет. Вот, я перевела последние 25 тысяч и все, дали ни звонков, ни приветов. В день, на который была назначена поставка заказов, клиенты не получили обещанные стройматериалы. После того, как девушке от них стали поступать жалобы, выяснилось, что телефон работодателя недоступен. Девушка поняла, что ее обманули на 200 тысяч рублей и обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Устанавливается личность и местонахождение злоумышленника. Пожалуй, самого везущего пьяного водителя задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Сурикова. Во-первых, во время шальной погони мужчина чудом не попал в серьезное ДТП. Во-вторых, он избежал уголовного наказания за повторное пьяное вождение. Причем, если бы задержание случилось бы сутками ранее, то повторки было бы не избежать. Вчера вас билет, что требуется, нет? Да. Не будет у тебя, просто будет. Пока, предварительно не будет. Да, то есть сутки будут, да? Все, пацаны, уважаю. Уважаю. Такой в тюрьму не уехали. А что там, сутки или что там? День, два, три или что? День, два. Суперишь. Суд. Ну, все, поехали. Водителю повезло. За вождение бесправ в пьяном виде ему грозит не уголовное наказание, а арест до 15 суток. Также водителю выписали штраф за проезд на красный сигнал светофора и за невыполнение требования об остановке. Это два штрафа – 1800 рублей соответственно.